Добрый день, в эфире Степан Демор, это программа Парадокс, но у нас она обычно идет 18 с плюсом. Телефон студии 651099, 6, код города 495 и пишите нам на сайте финам.фм. Очень интересные снова были новости, видите, как легко из миллиардеров превратиться в очередного певца. Ансон, это я по-онскому. Очень интересная история, учительная для молодого поколения. В гостях у нас сегодня Евгений Федоров, член комитета по бюджету и налогам Госдумы, член фракции «Единая Россия». Добрый день, Евгений. Здравствуйте. И Олег Буклемешев, доцент эконом-фак МГУ. Добрый день, Олег. Добрый день. Обсуждать мы будем, как же это так можно проверить эффективность расходования бюджетных средств. Сейчас этим занимается, насколько я понимаю, счетная палата, но президент собирается привлечь независимых экспертов, дабы оценить эффективность расходования бюджетных средств и в результате этой оценки попытаться откуда-то что-то убрать и направить на инфраструктурные проекты. Если я правильно понял то, что было написано в РИА Новости, у меня первый вопрос. Как вообще можно оценить эффективность расходования бюджетных средств? Например, социалку. По каким параметрам вообще кто-то может оценить эффективность? И сказать это неэффективно, а это эффективно. Просто приведу один пример. Например, когда была запущена программа «Полет в Челноков» в США, она субсидировалась, конечно, полностью была на бюджете. У нас это бюджетная организация. И только, по-моему, лет через 15 или 20 они примерно подсчитали, что каждый доллар, вложенный в эту программу, государством обернулся семью долларами для экономики за счет широкого внедрения новых технологий, которые были получены, разработаны в ходе этой программы. А вот здесь как бы... Я могу начать, да. Да, Евгений, пожалуйста. Но вот если мы говорим о бюджете, который мы недавно приняли на этот год и на два следующих, то в чем его отличие, например, от предыдущих бюджетов? Вместо ФЦП появляются государственные программы, госпрограммы так называемые. Госпрограммы — это механизмы, куда включены бюджетного контроля, куда включены цели, в отличие от федеральных целевых программ. То есть ФЦП — это построить дорогу, или построить детский сад, или построить больницу. А госпрограмма — более широкий подход, где решить проблему повышения качества жизни, решить проблему здравоохранения, конкретных болезней. И уже из этого следует построить какое-то предприятие, или построить из этого больницу, или еще что-то. Евгений, а вы не могли бы привести мне пример хотя бы одной государственной программы, которая, скажем так, не провалилась за последние лет десять? А госпрограмм не было, были ФЦП. А, то есть, например, доступное жилье — это было ФЦП или государственное? Это был другой статус. Это было не в том статусе госпрограммы, который подразумевает бюджет. То есть государство определяет... А вот, хорошо, то объясните мне и раньше, что госпрограмма сейчас? Госпрограмма сейчас — это 43 программы, в которых конкретно разбиваются конкретные цели. До этого аналогичный механизм действовал в отношении так называемых национальных проектов, помните? О, я перепутал с нацпроектами, да, вот. Вот там нацпроекты сам все четко. Повысили рождаемость. Рождаемость повысили. Демографический проект. За счет кого? Рождаемость. За счет мигрантов. Нет, давайте так, вот до этого проекта рождаемость была одна, после этого проекта в результате рождаемость стала другая. Появился материнский капитал, появились механизмы поддержки. Так, дешевое жилье проект. Этот проект частично был реализован. Ну, в отношении, например, некоторых категорий граждан 100%. По тем же военнослужащим жилье сейчас не распределили, правда, но построили уже на 100% военнослужащих. Ну, вот сейчас разбираются, кстати, с этим, по-моему, если ошибаюсь. Ну, это понятно, это всегда так, все время получается. Или, например, по здравоохранению. В результате целевой программы за здравоохранение, какие она цели ставила? Она вычленила, ну, это не программа была, а еще нацпроект. Она вычленила основные болезни, из-за которых люди страдают. Ну, знаете, в результате люди оказались без доступной медицинской помощи в результате программы. Нет, не так. Как? Вы сейчас в поликлинику идете, можете бесплатно получить только медосмотр, все остальное надо денежки платить. Ну, нет, ну, это не с этой программой не связано. Евгений, давайте вернемся все-таки к вопросу. Как оценивать эффективность? Соответственно, эффективность, если по медицине оценивается, уменьшилось ли число смертей от болезни сердца, например, или уменьшилось число смертей от онкологии. Значит, если уменьшилось, значит, программные параметры записаны, значит, программа реализовалась. Вот отличие госпрограммы от ФЦП. А, то есть... Ну, это мы говорим о сегодняшнем. Я понимаю, понимаете, вот... Просто, понимаете, вот в моем понимании эффективное расходное бюджетных средств, например, если в случае с бизнесом, это понятно, да? Ты делаешь, ты зарабатываешь деньги. А в случае с государством, вот как? Вот это и решение целевой задачи. Что построить, школу или, скажем, построить километр, там, сто километров дороги? Это действительно. Лучше построить инфраструктуру, потому что оттуда можно больше убилить. Нет, ну, оттуда просто пилить легче за дорогу. Я в чем с Евгением согласен? В том, что эта задача теоретически очень сложная. Как оценить, как сопоставить школу, дорогу и что-то там еще? Это задача фактически нерешаемая. Во всех странах она решается не экономическим, а политическим механизмом. То есть собираются люди, приходят на выборы, голосуют за программу той или иной партии. Потом представители граждан в парламенте голосуют за тот или иной бюджет и голосуют руководствуясь своими какими-то пониманиями жизни и принципами. Вот что в итоге получается. И есть та иерархия целей. Вот что для нас важнее, что для нас менее важно. И, соответственно, дальше уже государственный аппарат берет под козырек и идет исполнять политический наказ избранников народа. Вот как это в теории все выстраивается. И действительно, это далеко не идеальный механизм. Но лучше ничего не придумано. Лучше только придумано вот Маузер. Система Маузер, которая вот сбрело в голову большому начальнику что-то сделать. Вот начальник посылает своего подчиненного, подчиненного посылает еще кого-то. И, короче, все друг друга посылают. И работает это только если у каждого в кармане Маузер. Политическая схема, она с массой недостатков, как я уже сказал. Но, тем не менее, валить не на кого. За кого голосовали, такие получаете объекты инфраструктуры. Какие цели вы ставили перед народными избранниками, товарищи граждане, такие вы получаете бюджеты. Вот, собственно. А эффективность, это уже отдельная тема. Как считать эффективность? Вот, одна оценка эффективности была сделана. Тут посчитали так называемый дефлятор ВВП. Дефлятор ВВП по всей экономике и дефлятор ВВП по госсектору. И выяснилось, что в госсекторе цены товаров и услуг за год, за прошедший год, выросли на 16%. То есть, это значительно обогнало общий темп просто цен. Вы имеете в виду, что значит, закупочные цены? То есть, если брать в расчет объем оказанных государством услуг и поставленных им товаров, то эти товары за 2012 год подорожали на 16%. Что значительно дороже. То есть, частный сектор в этом смысле работает эффективнее. Те услуги и товары, которые поставил частный сектор, подорожали в значительно меньшей степени. Соответственно, у нас и общий уровень инфляции от этого вырос довольно сильно. И возникают, соответственно, мысли относительно эффективности государственного частного сектора в нашей экономике. Вот это хорошая, на мой взгляд, оценка, если говорить об оценке бюджетных расходов и оценке эффективности функционирования государства в целом. То есть, если я вас правильно понял, оценить эффективность с экономической точки зрения не представляется возможным. Довольно сложно. Это все-таки политическая задача. Политическая задача определения приоритетов. Вот решила фракция «Единая Россия», что будем строить мост на Остов Русский, а не в поликлинике завозить лекарства, чтобы они там были. Ну вот, значит, надо. Значит, надо. Вот такое было принято решение политическим образом. Экономически его оценить совершенно невозможно. В случае, возможно, говорят же, что он самый длинный вантовый мост, да, но это не так. Китайцы построили за месяц, до этого ввели в эксплуатацию самый длинный в мире вантовый мост. При этом они построили, дай бог памяти, 200 километров дорог, 6 или 7 туннелей и еще 5 мостов. Огромную инфраструктуру создали. Знаете, сколько она им обошлась? 500 миллионов долларов. У нас довольно сложно сравнивать нас с китайцами, безусловно. Китайцы все подешевле будет, и маузер там еще работает, у нас с маузером неплохо. Об эффективности. Вот скажем, вот давайте возьмем конкретный проект. Вот мост на остров Русский и вообще подготовка к саммиту. Вот как бы вы подошли к оценке экономической эффективности этого проекта? Это начальный проект разворота масштабных инвестиций на Дальний Восток. Я сейчас не буду оценивать, в полном объеме он удался или не в полном объеме, но цель была показать, скажем так, тем участникам, которые приехали на это мероприятие, мировому сообществу, что Россия может сосредоточиться на развитии Дальнего Востока и хотя бы обустроить штаб-квартиру. Ну, то есть, вот как любой бизнесмен, он предпочитает, чтобы его штаб-квартира выглядела хорошо, так и государство начало инвестиции на Дальний Восток вот со своей штаб-квартиры Владивостока и сопутствующей инфраструктуры. Понятно, что за этим пойдет и должно пойти, это мы сейчас отдельно обсудим, как и что. Масштабные инвестиции на Дальний Восток подготовили там порядка 500 объектов для этих инвестиций конкретных, подготовили задачи по инфраструктуре, но это уже потребует таких денег, которые соизмеримы с десятками бюджетов страны. Это уже следующий этап, и я вот в предыдущей дискуссии, я совершенно согласен с коллегой в плане влияния политики на эти процессы, но я вам хочу сказать, что в полном объеме это относится только к суверенной политической системе. Если политическая система вынуждена платить дань в силу специфики, например, рубля, доллара и отношений между ними, то, естественно, это снижает эффективность всей системы. Или, например, мы испытываем точные ограничители развития. Не забывайте, что у нас производительность труда в три раза ниже, чем в Европе, не потому что мы тут дураки живем, а потому что у нас есть ограничители развития, которые не внешнего характера. Нет основных фондов, прежде всего. Но это следствие. Я-то говорю о политическом, а уже следствие, нет основных фондов. Это следствие политической программы. Вы начали наш разговор с чего? С Полонского. С Полонского. А вот смотрите. Евгений, прерыв у вас. У нас сейчас перерыв на новости. Вернемся после новостей. Мы снова в прямом эфире. Добрый день, Степан Димура. Подключайся к разговору по телефону 6510996, код города 495. И пишите на сайт Финам.ФМ. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы обсуждаем возможность оценки эффективности бюджетных расходов и, соответственно, перераспределения бюджетных средств. Евгений, я вас прерывал. Закончу мысль. Вот вы упомянули Полонского. Вот действительно, был миллиардер и буквально за считанное небольшое время он оказался совершенно в другой жизненной ситуации и перестал быть миллиардером. Сталшин Санье. А теперь посмотрите, например... Кризис. Не кризис. Это демонстрация возможностей. То есть в отношении любого предпринимателя российского, например, с помощью Билла Эмили Магнитского, официально по закону, можно сделать то же самое за три дня. А учитывая, что у нас есть системные проблемы суверенитета связаны с тем, что отсутствует крупный национальный российский бизнес, то есть в российский частный бизнес, в российской юрисдикции, то эта системная проблема касается десятков тысяч предпринимателей. Вопрос. Ну, смотрите, тогда зачем тратить время на обсуждение гомиков, когда можно потратить время в Думе, скажем, на то, чтобы запретить офшорную систему? Ну, а именно об этом было и послание президента. Просто запретить офшорную систему, это перестроить всю систему работы экономики. И не то, что запретить, а придется оплатить. Все деньги будут оставаться здесь. Я понимаю, да. Но эта работа по перестрою экономики, построенной с 91-го года, кстати, иностранцами, для своих целей, это же работа, которая требует многолетней работы и гигантского сопротивления. А с гомиками можно все решить действительно быстро, за пару дней. Это мелкая задача, которую легче решить, с одной стороны. Но это действительно наша культура, мы должны ее защищать. Но с другой стороны... А может, их просто покой оставить? Ну, пусть все бегают там, плодятся, делают... Нет, это не устраивает граждан. Граждан не воспытывают от этого культурный дискомфорт. Дискомфорт, конечно. Они чувствуют... Как же? Ущемление своих чувств религиозных, что-то такое? Оскорбление оскорбленными. Просто мы понимаем, да? То есть... Но об этом даже никто не заявляет. Вот вопросы целей, о которых ставите, они действительно примыкают к политическим процессам. А политические процессы впрямую примыкают к статусу суверенитета. Именно о суверенитете и было главное послание Путина, если вы обратите внимание. Он по пунктам разложил и офшорную экономику, и центральный банк, и воспитание в школах. А почему сейчас? Вот интересно, вот вы говорите, а что Путин и Единая Россия лет 10 назад не догадывались, как все это сделано, как все это выстроено и какое-то страшное... Были то, что они выстраивали, по-моему. Тогда были другие цели. Да, сами выстраивали, по большому счету. Нет, это неправда, а что... Тогда были другие цели. 12 лет, извините меня, что мы получили? Кто тут... Нет, давайте так. Вот вы упомянули 12 лет, да? 12 лет назад решалась проблема просто целостности страны. Но был факт, был Хасавюрский договор, по которому страна должна быть ликвидирована в трехлетний срок. Но были же свои более важные... Какой Хасавюрский договор? Какая страна? Россия. Российская Федерация. В трехлетний срок. В трехлетний срок заложено в плане этого договора, что Чечня через три года получает независимость, и автоматически за ней идут все республики. Ну и что... Эту проблему тогда решали. Решали проблему олигархического управления, решали правление соглашения о разделе продукции. Минут, 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 минут. Кстати, пытались решить проблему Центрального банка, не смогли. Одних олигархов, одних олигархов заменили другими, да. Проблема Центрального банка. Просто не смогли тогда решить, а пытались. Между прочим, пытались решить с 99-го по 2003-й год. И не решили. Не решили, потому что сил не хватает. Но наплодили других олигархов. Нет, ну понимаете, вот мы сейчас... Место одних появились другие. Не так. Ну а как? Ну как? А Ротенберги, например? Что, бедные люди? Еще раз говорю, они были богатые в 90-е годы. Ну не такими, они же не были миллиардами. А все такие. Вот обратите внимание, у нас все сегодняшние богатые люди из списка Форбс. Мы уходим от этого. Они все получили состояние в 90-е годы. Сейчас просто их развили. И то они все в иностранной юрисдикции. Не забывайте, это ключевой фактор. Это не наши олигархи. То есть вы практически говорите, что наша экономика полностью под западным контролем. Да, конечно, с 91-го года. Мы себе представляем... Только не западным, а американскими их союзниками контролем. Сырьевой колонией. Сырьевой, зависимая эксплуатация. Колония. Независимой валюты у нас нет. Естественно, а вы это знаете. И все это вот всплыло сейчас. Это не всплыло сейчас. 5-6 назад не всплыло. Это всплыло изначально. А в чем проблема-то? А потому что тогда не было сил даже подойти к этим целям. Почему? А вот так, потому что была борьба. Потому что, когда мы кому-то платим дань, то, естественно, заинтересанты не хотят, чтобы мы прекратили этот процесс. Ну, согласитесь. И у них достаточно институтов и инструментов в России с 91-го года, чтобы его подавлять. Такого рода изменения политической системы. То есть вы хотите сказать, что вот сейчас настал момент, когда все враги ослабли. И партия Единая Россия сейчас сможет что-то сделать. Я бы сказал так Путин. Я бы сказал Путин, потому что ему потребуется коалиция всех политических сил. Давайте не будем агитировать за Путина. А я не агитирую. Я просто по факту. За 12 лет того, что сделал Путин, этого никто не мог сделать. Понимаете, вы говорите, когда о партиях, то вы как бы подразумеваете, что вот есть партия за суверенитет, а есть партия против суверенитета. Но у нас всего одна партия, у нас других нет. Это не так. Вся партийная система создавалась в рамках 91-го года. То есть иностранными системами создания. Не важно от того, что там думают люди. А может думать просто загнать? О борьбе. И что, получить про Американскую думу? Нет. А другой нет? Просто, слушайте, смотрите. У нас есть президент, у нас есть подконтрольный ему правительство, есть Госдум... Так, давайте так, по очереди. Неправильно все. Правительство. Ну кто контролирует правительство? Еще раз говорю. Мы видим систему, всю контролирует внешняя сила. В разной степени. Путин, как герой, с ней борется. Поэтому он и национальный лидер. Он отличается от президента. Должность национального лидера и должность президента разные по смыслам. Олег, что ты хочешь сказать? Нет, 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 я слушаю. Это разные по смыслам должности. В данном случае я слушаю, тут мне нечего добавить. Это значит, почему? Ну потому что какая-то... У вас нет своей точки зрения. У меня есть своя точка зрения, но я ее буду довольно долго рассказывать. Получается какая-то фотосмагарическая ситуация. Нет, вопрос в том, что так происходит всегда. Это не то, что с Россией случайность. Всегда страна, освобождающая от внешнего управления, проходят этапы, в ней появляются национальные лидеры, они преобразуют институты. Это стандартная формула освободительного процесса. А от кого мы освобождаемся еще раз? От того, кому проиграли в 1991 году и получили внешнее управление. Соединенные Штаты и их союзники. То есть сейчас мы практически страна без системы образования, без медицины, без образования, с убитыми и разрушенными научными школами, без армии. Это я понимаю. И сейчас мы будем вставать с колен. Мы встаем с колен с 99-го года. Что-то с Сурковщиной попахивает. Нет? Смотрите, мы встаем с колен с 99-го года. Вопрос-то этап. А то есть пришел Путин и сразу стали вставать? Пытался. Он сразу поставил такую задачу. И первая победа это как раз территориальная целостность. Путин ставил очень много задач, к сожалению, ни одна из них почему-то не была решена. Потому что сил не хватает. Это Вашингтон. Я понял, Вашингтон виноват. Борьба, борьба. А вот мы сейчас смотрим Сталинград. У нас фильмы сейчас идут. Вчера, сегодня. Это же тоже борьба. Почему взяли и в 42-м году не взяли Берлин? Потому что сил не было. Потому что в борьбе не сразу получается достигать цели. Это же понятно. Враг сильнее. Ну понятно, да. В данном случае внешне управление. А вот тогда вопрос возникает. Смотрите. А с кем же Путин будет воевать? Вернее, кто будет в его команде? Потому что я, честно говоря, смотрю на правительство. Смотрю на лидеров политических. И вот мне, как гражданину России, который платит налоги, становится очень грустно. Потому что это вообще какие-то непонятные для меня люди, которые сегодня говорят одно, завтра делают другое, дают много обещаний, которые не выполняют. И в результате, думаешь, а, собственно говоря, вот если, уж действительно, скажем, дело дойдет до войны, пойду ли я добровольцем? И кого я там буду защищать? И ответа у меня нет. Кого я буду защищать? Путина? Нет. Степан, давайте про бюджет лучше. Давайте про бюджет, да. А то в политику ушли. Ну все-таки задачи-то поставили. А я коротко скажу все-таки с кем. А вот, собственно, в послании подробно и сказано. Если мы говорим о бизнесе, то формирование национального бизнеса, он назвал его патриотическое. Четкие задачи расставлены. А для этого надо изменить суть системы в Российской Федерации. Евгений, Олег, извините, я сейчас тоже вам дам слово. Давайте я вам расскажу про национальный бизнес, одну маленькую историю. Есть человек. Все, что он хотел сделать, он хотел построить в России суперсовременный завод, который бы производил синтетическое топливо. в Торжке. Мощность завода 17 миллионов тонн в год. От государства ничего, никаких инвестиций не нужно. Есть инвесторы. Государство даже предлагало, по-моему, 10% доли. Все равно же получите огромные налоги. И вы знаете, что сделал государство с этим человеком? Я думаю, что у него не получился проект. Конечно, не получилось. Посадили в тюрьму? Почти. Статья госизмена и терроризм. И что? И как здесь растить национальный бизнес? Вы что, издеваетесь? Вот вы меня за друга держите, да? Нет, подождите. Вот, а теперь скажите, кто выиграл от того, что этот завод не построен? Враги. То есть не Россия? А Роснефть, значит, враг. Подождите, не Россия выиграла? Нет. Конечно, нет. Все. Значит, заказчик был извне. Все просто. Роснефть заказчик. Не Роснефть. Заказчик извне. То есть во главе Роснефти стоит вражеский спионок? Вы меня не слышите. Вся система находится под внешним управлением. Это обычно. Вот Польша, например. Послушайте, послушайте. По отношению к Советскому Союзу. Ну, сравните институты. Я согласен с вами. Я не спорю. Просто я не понимаю, где у Путина, даже если на секунду допустить, что у Путина, скажем, действительно есть что-то, какой-то патриотизм, и он действительно хочет что-то хорошее сделать, а где его команда? У него же нет команды. А у него не положена команда по системе управления. Он является президентом страны. Ну, слушайте, давайте мы будем говорить о политике реальных вещах. Формальная должность. Путин первый человек в стране с огромной полномочиями. Слушайте, вот вы мне сейчас говорите, как устроена российская власть. Давайте от политики уйдем. Я ее знаю. У нас есть царь. У нас есть царь. Это не царь. У него полномочия царя. Это не царь. Это председатель Президиума Верховного Совета СССР. По полномочиям один к одному. Да. Калинин, Подгорный. То есть Георгадзе. Нет такой власти, как у Сталина. Естественно. Но он ее хочет приобрести. Не так. Не так. Не так. Он хочет, чтобы на национальный ур... Это же власти нет не у него. Этой власти нет у страны. Это и называется отсутствие суверенитета. Он хочет, чтобы на страну эта власть пришла. Соответственно, распределилась парламент, президент, управительство и так далее. Нет в целом у российского государства. Скажите, Паста, а вот бюджет, когда принимается, и там, скажем, режутся социальные расходы и все остальное, это вот Путин к этому отношения не имеет. Хотите эту тему поднять? Нет, я хочу эффективность поднять. Давайте вернемся к теме. Нет, подожди. Ну, Олег сидит. Вы затронули хорошую тему. Да, я отвечу. Хотите? Нет, сначала пусть Олег что-нибудь скажет. Давайте. Хорошо. А ну сидит уже, скучает. Просил полуэфира скучать. Нет, мне интересно очень. Про бюджет я готов, да. Ну, у вас же есть свои мысли. Ну, мысль то, что во всем виноваты враги, она, скажем так, не на вам. Эти самые вашингтонские наймиты. Почему наймиты? В систему управления. Они пришли на эту работу уже, а не наняты на эту работу. Если бы они об этом узнали, они бы очень сильно и долго смеялись. Скажите на министру образования, который открыто поддерживает торговлю детьми из России. Подождите, министр образования назначил Путин. Еще раз говорю, Путин всех назначает. Путин, кстати, назначил министра обороны, который устроил армии маленькую штучку. Это тоже было назначение Вашингтонского кома. Он отвечает вообще за все назначения. Он отвечает за все. Ну, все-таки давайте вернемся. Вот смотрите, есть такое понятие, что деньги решают все. То есть экономики первичны, правильно? Политика вторична. Вы согласны или нет? Ну, если мы идем к эффективности все-таки оценки. Нет. Не согласны. Политика важнее. Она ставит смыслы, задачи, цели. То есть, если у Вас слабая экономика, скажем, у Вас может быть реальная демократия или нет? Вы знаете, если брать, возвращаясь к 90-м годам, в 90-е годы были решены столько важных политических задач, что никакими деньгами это объясниться не может. Россия сохранила и ядерное оружие, и место в составе Совета Безопасности, и многие другие задачи были решены, несмотря на то, что экономика находилась в разрухе. После этого неожиданно какие-то травы. Олег, как всегда, мы должны прорваться на рекламную паузу и вернемся после этого в студию. Мы снова в прямом эфире. Это программа «Парадоксы». Я Степан Демура. Подключайся к разговору по телефону 6, 5, 10, 90, 9, и 6, код Гор 495, или пишите на сайт финам.фм. Но мы немножко ушли от заявленной темы обсуждения эффективности расходований бюджетных средств, поскольку очень быстро поняли, что все зависит от политиков. И от системы. И от системы, да. И обсуждать, скажем так, давать оценки эффективности расходования экономических средств, ни Счетная палата, ни остальные эксперты, не в состоянии. Вы согласны? Состояние на своем уровне. Ну почему? То есть они радикально не решат проблему, но воров конкретных поймают. Знаете, в мировой практике нет иных методов контроля бюджетных расходов и их эффективности, кроме как система политики и система Маузера, о которой я уже говорил. Система Маузера – это когда над каждым исполнителем стоит человек с ружьем или с чем-то еще, и этого исполнителя понуждают к честности, к разумности, к тому, что он хорошо считал, в конце концов. И вторая система, которая… Но человек с Маузером должен быть неподкупен. Человек с Маузером, над человеком с Маузером должен стоять еще один человек с Маузером. Вот вы понимаете, вот посмотрите даже на… Я редко включаю телевизор, но периодически его включаю. Вот фильмы 60-х годов, кто там главный герой? Вот общество 60-х, да? Ученые, физики, строители, кто угодно, да? Сегодня мне тут ребенок пару лет назад маленький выдал фразу прокуратура. Спросил, папа, что такое прокуратура? Выяснилось, что он насмотрел сериал про прокуратуру. А прокуратура – это как раз вот у нас сейчас главный герой. Какой-то канал не включаешь, почему-то везде какой-то человек с ружьем, тот или иной. И вот количество этих людей с ружьем, оно, по-моему, уже у нас перешло в качество. Созидать некому, а вот люди с ружьем стоят и не получается. Не получается у них толком отконтролировать даже то, что вчера контролировать удавалось. Но эта система архаичная, система Сталина, она, естественно, в гуманной российской действительности нынешней не работает. Поэтому, хочешь не хочешь, нам придется строить другую систему, которая, собственно, и принята в современном мире, когда есть конкурентная политика, из партий, которые на равных соперничают на выборах, и эти партии друг за другом следят так, что никакой полицейский, никакой человек с ружьем этого сделать за них не сможет. Последний пример Испании. Там чуть премьер-министр готов практически поста лишиться. Да не только Испания, то же самое в Греции происходит, то же самое происходит на Кипре, где битвы в Германию возьмите тихую, спокойную, где Меркель хочет что-то сделать, доброе для Евросоюза в целом, но не может, поскольку у него есть и позиция, и выбор на носу, и оппозиция делает какие-то шаги, которые, в общем, может быть, Меркеле не нравятся, но это тем самым представляется интересы германского народа в целом. В этих политических боях. Вот как все это устроено. У нас какая-то межуумочная промежуточная система. У нас и политики нет как таково, известно. Это значит, вертикаль власти. Вертикаль власти, да. Ответственности нет никакой. когда был независимым депутатом, он в последний год своего думства кричал на весь парламент. Что же вы делаете? Что же вы отдаете исполнительной власти? Вы после этого становитесь не нужны. А дума бесполезна. И вот, собственно, что у нас и произошло, да, что кто-то нам где-то спускает этот основной финансовый документ с приоритетами и целями, заданными в непонятном режиме. Общенациональные это интересы или нет, это, скорее всего, существует в черепной коробке одного единственного человека. Если верить Евгению, это все Обама. Причем так же идет борьба зла и добра. Это Обама. То есть мы получаем бюджет от Обама, если верить Евгению. Такое ощущение, что вот вся борьба добра и зла происходит в одной единственной черепной коробке. А мы тогда зачем, собственно? Вот концепция Евгения, она имеет право на существование, но она обрекает всех нас на какое-то дурацкое прозябание. Мы ничего не можем делать в своей собственной стороне. Потому что якобы кто-то нас контролирует. Мы ставим задачи и цели, и тогда их решаем. А не ставя задачи и цели, их решить вообще ничего нельзя. Я говорю, вот смотрите, мы как-то с вами обсуждаем, я пытаюсь за леса, за деревьями показать лес. А я не вижу леса за кустами. Объясняю. Я в каждом вашем аргументе пытаюсь это показать. Вот вы упомянули бюджет, который не несет необходимые социальные расходы. Упомянули. Упомянул. Упомянули. Мало того, если вы обратите внимание, бюджет, когда в таком виде принимался, он прямо нарушал указы президента, за что получили три министра выговоры. Но даже не в этом дело. А что изменилось в бюджете? А изменилось очень просто. И все прозрачно. Только на это почему-то не обращают внимания. Приехал сюда председатель правительства Италии, по-моему, тогда Монти был, и говорит, дайте мне, пожалуйста, больше ваших денег для выкупа евро. Это было на официальной пресс-конференции. Ну и что? Когда его Путин так подвинул вперед, чтобы он это высказался. После то же самое, переговоры с Францией, официально. На какие деньги мы можем выкупать? Гевроблигации, на какие деньги? Подожди, я продолжаю. То есть мы добавили дополнительную историю под названием бюджетное правило, по которому увеличили финансирование иностранных экономик на 10% в сравнении с прошлыми годами. По официальной просьбе руководителей, председателей правительства этих стран. Франции, Германии, Италии. Бюджетное правило в чем заключается? Бюджетное правило, мы снизили расходы бюджета и перебросили дополнительные деньги в резервные международные резервы. Не журнализирует? Правильно. Но это же, пардон, система Кудрина. Кудриномика так называемая. Я понимаю, вы сейчас опять уходите в деревья, а я вам говорю о лесе. О лесе в чем? О лесе в том, что система такова. Слушайте, то, что Россия... Кудрин там, Иванов, Петров, Сидоров, это не важно. Правильно, я с вами не спорю. То, что у нас сырьевая колония, управляемая извне, я с вами согласен. Ну, так это система. И как в этой системе вы отладите, чтобы государство работало на граждан? У них другие граждане, а американские. Вопрос тогда возникает. А что мы вообще обсуждаем какую-то эффективность, трат, вы какие-то бюджеты принимаете, тратится столько денег на эту Думу, на Совет Федерации? Не прошли все это распустить? Нет, подожди. И распустить, и взять прямое американское правление. Потому что альтернативно в этом. Ну, если оно так и есть, то что мучиться-то? Нет, еще раз говорю. Американцы, гады, как хорошо живут. Они за наш счет живут. Половина мирового употребления, естественно, у них. И за это, благодаря нам, Китаю и остальным. Даже нам. Теперь... Мы можем стать 53-м штатом. Но это нам денег от этого не дадут. Мы будем просто официальной колонией, и все. Так вот, давайте сравним... Американцы гуманные люди, эти немцы. Давайте сравним с теми же немцами. Счет этой идеи. Вот, Степан, с немцами, с французами. В чем отличие российской системы политической и экономической от французской или немецкой? У нас нет национального бизнеса. Там он есть. У нас нет национальной элиты, во-первых. Это само собой. А следствие, нет национальной элиты. Я согласен. У нас нет национальной экономики и механизма национальных инвестиций, в том числе и через эмиссию. У них есть. Евгений, Евгений, вы хотите... Современного типа экономики. Вы хотите мне сказать следующее? Это все вопросы суверенитета. Вот что я хочу сказать. Ребята, вся надежда России, это Путин. А то, что он ничего не делал 12 лет, ну, понимаете, было тяжело. Не так. Я хочу сказать нет. Вся надежда России, это ее народ. Но для того, чтобы ее народ мог решить свою задачу... А чего же вы тогда народ-то гнобите? Чтобы народ мог решить свои задачи, для этого он должен знать правду. 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 А что касается Путина... А кто ему скажет правду? Когда Путин пригласил людей, чтобы они его поддержали на поклонной, пришло всего 150 тысяч. Поэтому идти в атаку со 150 людьми за спиной, тысячами, мало. Вы знаете, что автобусами свозили. Ну, слушайте, Евгений, ну, если вы придете, скажем, на передачу к Познеру, говорите такие вещи, пожалуйста. Ну, вы же к Димурию пошли на передачу. Ну, зачем вы так себя ведете? Некрасиво. Так. Вам не нравится правда? Ну, пригласите это тех, кто будет врать. Можно на позитив перейду, а вот... Еще раз. Факт. Вот смотрите. Что есть критерии истины? Вы же изучали дилектический материализм. Что есть? Практика. Вы мне пытаетесь сказать, что... Во-первых, вот, слава богу, что я с вами согласен хоть в одном, что это очередная глупость от Путина, что можно контролировать и определять эффективность рассылывания бюджетных средств. Все, мы тем больше не трогаем. Она неинтересна. Это хорошо. Это правильное решение. Просто оно имеет свой коридор решения. Понимаете? Условно говоря, у вас есть коридор на уровне семьи, а есть на коридор на уровне стратегического планирования. Вот на уровне конкретного поймать воров и повысить эффективность на 30% это хорошее решение. А на уровне повысить эффективность в 24 раза, а его недостаточно. Разница, понимаете? В 30% в 24 раза. Я понимаю. Как вот... Давайте Олега заслушаем про коридор. Я как раз вот про позитив хочу. Давайте, допустим, предположим, что мы отменили вот это самое бюджетное правило, которое не нравится не только Евгению, а многим людям действительно не нравится. Считается, что слишком много денег замораживается в чужих ценных бумагах, в чужих валютах. Есть резон у этой точки зрения, да? Но если мы эти деньги перекладываем из резервов и начинаем их использовать с той же эффективностью, с какой деньги используются сегодня... Вы имеете в виду какие резервы конкретно? Я имею в виду, что есть бюджетное правило. Бюджетное правило это... Стабфонд, ЗВР, что? Нет, нет, это бюджетные ресурсы, которые не дают... Не пускаются в экономику, а откладываются на черный день, на будущий кризис, да? То, что вот вы назвали кудриномикой, не знаю, справедливые линии. Ну, сейчас же все это пустят, вот Единая Россия приняла закон, все это будет какое-то ОАО отдано. Сколько там? 2,7 плюс 2,7? 5-4 триллиона рублей. К 15-му году 4 триллиона 722 миллиарда рублей. Да. Вот давайте про позитив, да? Допустим, мы приняли этот закон, отменили бюджетное правило и бросили все эти ресурсы на решение тех задач, которые действительно нужно решать, так или иначе. Элементарная инфраструктура. Нужно строить дороги, нужно строить больницы, нужно штукатурить стены, нужно что-то вот в Москве с дорогами хотя бы сделать, да? Все это, не говоря уже о средней полосе и других, и российской глубинке, которая просто прозябает. Все это нужно, безусловно, делать. Но представьте себе, что с этими деньгами сделает нынешний госсектор без Маузера и без политической конкуренции. Поэтому об этом, кстати, Кудрин, по-моему, говорил, когда ему упрекали в том, что он копит. Это дом совершенно неубиенный. Я не могу ничего дать, все разворуют, говорил Кудрин. И господин Медведев, вот босс господина Федорова, об этом тоже открыто говорит же. Ничего не получается, ничего не выходит. За какие рычажки не дергать, ничего не работает. Правильно, я согласен. Но рыба-то гниет с головы. Слушайте, вот поэтому Путин в послании стратегическом, которое замалчивается, кстати, подробно... Смей? Конечно. Подробно вы его не найдете нигде. Если бы ему... А послание где было сделано? В Кремле. Ну, по какому поводу? Послание? Да. Ежегодное послание президента официально. Нет, вы его найдете. Кремленру? Ну, конечно. Вы его найдете, но его нигде не обсуждают. То есть его как бы закрывают информационное пространство от него. То есть это мягкие технологии. Вот именно кто? Средства массовой информации. Первый канал? Да если Сурков снимет трубку и позвольте... Там же все... У вас не очень точное правильное представление о госуправлении. Там по-другому многие вещи устроены. Но суть-то в чем? Вся система СМИ работает на внешнюю доминанту. Это тоже очевидно. Ну, по поводу раскрытия молодежи и образования, согласен. То есть вы хотите сказать, что будучи в должности премьер-министра, Путин назначал, например, всю эту реформу образования, он был не в силах это остановить? Еще раз, система правила поменять на национальном уровне нельзя. А кто вам говорит, что сейчас ее можно поменять? А ситуация изменилась. В каком смысле? Появилась надежда. Появилась надежда на что? Связанная с чем? Во-первых, ослабли американцы. Это правда. У них свои проблемы. Я понимаю. Это дает нам шанс. Во-вторых, усилились у нас настроения на суверенитет. И это позволило Путину обозначить задачу суверенитета как главную. В том же послании, например, которое, кстати, замалчивается, это не случайно, обозначено как главную. И там подробно расписано, что такое суверенитет, как его достигают. В том числе там про национальные элиты, там же все это есть. Там про центральные банки, я еще раз говорю. Там посредства массовой информации. Технология понятная. Технология обычная. Восстановление суверенитета любой страны. Это ничего какого-то странного не произошло. Произошли обычные процессы. Но они в борьбе. А в борьбе, значит, по времени сложные. Он сборется с вашим духом. Нуждаются в поддержке. Нуждаются в поддержке кого? Людей. Ну, еще раз. Еще раз. Человек правил страной 12 лет. Сейчас еще 6 получил. Так? Ну и что? А ничего хорошего сделанного. Я от него, я его ассоциирую с главным в стране. А уровень жизни поднялся? Какой уровень жизни? В стране улучшилась жизнь. О, я ждал этот аргумент. А что улучшилось? Ну, улучшилось и в материальном отношении, и в плане демографии, например, улучшилось. Но есть же факты. Продолжительность жизни увеличилась. Увеличилась. Да, за счет чего? Это что, заслуга Путина или мировых рынков нефти? А при чем есть нефть? А за счет чего она улучшилась? Так, подождите. За счет того, что огромные деньги есть. Подождите, вы что, хотите сейчас сказать пропагандистский аргумент про то, что вы разосла цена на нефть? Конечно. А из-за чего? У нас что, экономика развивается? Нет. Так, подождите. У нас экономика не развивается. Я уже говорил, эффективность российской экономики из-за как нулю. Из-за отсутствия суренитета 24 раза меньше, чем... Евгений, снова нужно уходить на новости. Про нефть отдельно? Про нефть отдельно. Мы снова в прямом эфире. Программа «Парадокс» с Степаном Демурой. Телефон 651099,6. Код город 495. Пишите нам на финам.фм. Задавайте вопросы. Я вас прорвал. Да, закончу по нефти. Вот, посмотрите. 2000 год. Сколько цена на нефть? В районе 15. До 30. До 30. До 30. Сколько сейчас? 100? 100 было чуть больше. В 2004-м, в 2024. Да, да, да. Значит, инфляция за это время, по официальным данным, 4,6 раза. По официальным данным. Нашим. Да. Росстат. Да. Я тоже считаю, что заниженный. Сейчас услышите. Тем не менее. Курс рубля к доллару 30, как и был в 2000-м году, так и остался. Не менялся. Смотрите. Итак, подожди, я закончу. Итого, получается, если мы сейчас все эти цифры сложим, у нас цена на нефть упала процентов на 30. Упала, даже по официальным данным. А не поднялась, как вы сейчас говорите. Но на рублю можно купить намного больше долларов. Евгений, а что творилось в 2008-2009 году, когда она вдруг упала? Куда делся уровень жизни моментальным? Поэтому здесь не заслуга правительства, а заслуга рынка. Не в этом дело. Мы сейчас просто высказали аргумент, что цена на нефть поднялась за 10 лет. Да. Она не поднялась, а упала. Она поднялась за доллары США. На пальцах это почти... Естественно, а мы же в долларах ее торгуем. Она упала. Следовательно, фактор цены на нефть, он отрицательный. Да, немножко наладили порядок в экономике. Так, 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 минутку. Денежный поток откуда идет? От нефти и газа. Нет, денежный поток идет от нашего труда. Ну, половина потока отдается в качестве дани внешним странам. Чуть больше. Ну, да, я согласен. Ну, больше. Не чуть, а значительно больше. А с учетом олигархов во много раз больше. Мы же говорим о том, что, понимаете, никакой заслуги России нет. И заслуга рынка. Я говорю о другом. Я хочу вам... Не приди, Господь, нефть и полет. Если вы заметили, я всю передачу вам продвигаю фактор суверенитета. Тот, о котором говорил Путин. А вы все время от этого фактора отбиваетесь. Я не отбиваюсь. И говорите, такой проблемы нет. Такая проблема есть. Еще раз, еще раз. Я говорю, что это основная проблема. Вот, отлично. Я говорю, что это основная... Мы с вами союзники по восстановлению суверенитета страны. Но... Вместе с Путиным. Вот здесь я не пойду. А вот вам надо подумать. Не пойду. Это вопрос... Слушайте, это все равно, что не наступать под командующим Сталина в Великую Отечественную войну, потому что он не нравится. А других-то нет. Вы уже сравниваете Путин со Сталином? Нет, я говорю о командующем. Путин идет к Сталину? Нет, командующим. Я говорю о командующем. А я его не выбирал. А это неважно. А вы не выбирали... Наши деды не выбирали главнокомандующего Советского Союза? А они за Родину воевали. А мы тоже. Да? Да. Суверенитет это Родина. А мы будем умирать за олигархов? Нет. Суверенитет это Родина и есть. А что значит Родина? Родина это наша жизнь. Жизнь семьи. В том числе. Вопрос тогда возникает. Большая семья, нация. Вот это и есть суверенитет. Его нет. А раз его нет, невозможно нормально наладить жизнь. А откуда он появится? Представляете, наши борьбы, как и в 41-м, как и в 812-м, как и много-много раз, когда на нас нападали. История одинаковая всегда. Вам надо выбирать Степан. То есть Путин почти как Пожарский, а вы как Минин. Не в этом дело. Вам надо выбирать. Если вы за Родину, вы все равно придете к Путину. Ну, хоть как бы не упирались двумя руками и ногами. А вот если вы не за Родину, тогда, конечно, вы к нему не придете. Тогда меня посовет по какой-нибудь статье. Как Квачкова. Так что ли? Все законы готовы. Да? Здорово. Прекрасно. Вот эту систему строим. Ну, как систему? Это жизнь. Классная система. Жизнь. Вам надо делать выбор. На каком-то этапе. Пока рано еще. Через пару лет. Я русский из России. Я тоже? Да. Но без Путина. Ну, а другого-то нет. А вдруг появится. А вот появится, тогда и будем выбирать. Вот боитесь, да, что появится? Не боюсь. Не боитесь. Потому что для меня приоритеты страны, то есть суверенитет, важнее любых других. Хорошо, вы вообще. Тогда я не патриот, а так. А подумайте. Просто вам надо еще подумать немножко. И вы к нам придете. Да, я уже подумал. Олег, есть что-нибудь сказать. А вы подумали, кстати. Вот завтра война. Вы пойдете под ружье добровольцам? Знаете, вот мы с Евгением до передачи сидели, обсуждали немножко ситуацию с войной. И слава богу, что кровь уже в течение нескольких десятков лет не на европейском континенте, не где-либо еще в массовых масштабах, по крайней мере, не льется. Но она льется в других листах. И, соответственно, дилеммы, которые стоят перед людьми, они совершенно другого плана. Они касаются лучше, чтобы жить, или чуть-чуть лучше, или чуть-чуть хуже. Это не касается таких вещей, как выживание, как выживание твоей семьи, как выживание твоей родины. Нефть пока высокая. Ну вот, если бы захотели бы нас поставить на колени, действительно, вот, задумались бы на секунду об этом. Вот, я немножко знаю, как функционирует Вашингтонский обком. Да, вот в Вашингтонском обкоме, я думаю, что 99% людей не знают о существовании такой страны, как Россия, и, соответственно, не понимают, что они ею управляют. Но они понимают, пока они не заботятся об этом ежедневном режиме. Подождите, но для них это пока не нужно. Для них это фактор абсолютно нулевого масштаба и неинтересный. Среди Штатов главная научная держава мира. 80% ученых-гастарбайтеры, в том числе из России. Как это для них это ерунда? Да они за счет колонии просто сам существуют. Как это для них ерунда? Не будет колонии, они рухнут. Олег, не уходите от полевого ответа на прямой вопрос. Если завтра война. Добровольцем пойдете за Путина? За Родину? За Родину. То есть Путин теперь у нас эквивалентен Родине? Нет, Путин на этом этапе наш командующий просто. А вот так за Родину. А, так за Родину, но без Путина. Я просто вопрос этого не понимаю, да? Я не патриот, Евгений патриот, а вы патриот или нет? Мне сразу вспоминаются анекдоты про то, как человек в партию вступал. Помните? Курить бросит, если партия потребует? Ну, говорит, брошь. А пич бросите? Ну, брошу, если потребует партия. Степан, я считаю, что это личный вопрос каждого. Он не для публичного обсуждения. Это совесть человека. А жизнь отдадите за партию? Это совесть человека. Конечно, там. Зачем мне такая жизнь? Ну, если говорить серьезно... Нет, серьезно. Давайте вернемся серьезно. Вот смотрите, вот мы посчитали. Вот мы факторы суверенитета, как их Путин в том числе излагал, переложили на бумагу. У нас получилось. Эффективность российской экономики в 24 раза ниже, чем, например, французской или немецкой в силу структуры суверенитета. То есть по параметрам, которые мы от них отличаемся по суверенитету, это по элитам, это по национальной системе инвестиций, это по типу экономики в 3 раза. То есть получается коэффициент плюс дань, то есть 2 умножаем на 3, умножаем на 4, 24 раза. То есть у нас эффективность нашей экономики была бы в 24 раза, если бы мы были суверенные. А цена на нефть здесь не имеет вообще никакого значения. Вы знаете, эффективность экономики у нас бы сразу так не выросла. Не сразу, не сразу. Я говорю в принципе. В данной ситуации цена на нефть определяющая для благоденствия режима и страны. У нас, по-моему, есть телефонный звонок. Да. Добрый день. Алло. Да, да, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. У меня маленький вопрос. А вот Юрий меня зовут. Кругом на все ключевые посты расставил КГБшников и со своей агентурой КГБшников в мафии. Это Шепелявы, Шептай Калмановичи. А давайте никого не оскорблять. Обком. А подмосковные прокуроры. Ну все, 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 все. То есть перечислять очень долго все это на виду. Это тоже Вашингтонский обком. А убивают Юрия Щекочихина, Старовойтову, Анатолия Собчака. Да многих журналистов это тоже обком из Вашингтона. Спасибо. Я бы сюда добавил еще тех солдат, которые погибли, например, за свободу нашей родины в чеченской кампании и так далее. Если мы говорим о том, кто кого убиваем. Слушайте, если мы выиграли в Чечне, то почему они не платят за ЖКХ, а мы платим? Мы выиграли в Чечне за территориальную целостность со страны. Мы там сражались за родину. Потому что это Россия. Теперь вот то, что сейчас говорится, надо просто понимать. Я пытаюсь в серьезный лад передачи, а у нас трудно воспринимается. Мы должны понимать, что с 91-го года пропагандистский фон, который существует в России, он является ложным. И работает он на, опять же, внешнюю сторону. Я приведу и ввожу с этого простой пример. Нам все каналы, Первый, НТВ, Россия, до сих пор рассказывают про список Магнитского. И даже называют фамилии. А списка нет. Американцы в законе принимали Билл имени Магнитского. То есть, например, в этом факторе все ведущие каналы страны сознательно врут российскому народу. Вы хотите сказать, что, например, Первый канал говорит постоянно... Из Киски Магнитского. И администрация президента... То есть, администрация президента тоже из Вашингтона. Слушайте, не в этом дело. Послушайте, было много раз, когда я работал на РБК... Вы все время путаете систему с людьми. Я путаюсь, я систему... Не надо, я ничего не путаю. Система телевидения работает против России. Послушайте, Евгений, не расскажите нам сказки по поводу телевидения. Это все продажные твари, которые выстроены в ряд под администрацию президента. Потому что было много раз, когда я работал на РБК, когда немножко переходил грань, и были звонки из администрации президента, Который говорит, что Степан Димура по этому поводу больше рот не открывал Поэтому не надо мне рассказывать по Первый канал Если ТОДУ позвонят из администрации президента Всех отстроят И никаких списка Магнитского не будет А зачем нужен список Магнитского? Почему они о нем говорят? Ну потому что у нас приняли какой-то закон И практически на самом деле хороший Вы имеете запрет чиновников, вы имеете имущество за рубежом? Нет, нет, на усыновление детей Потому что это бизнес Особенно детей инвалидов И американские семьи получают деньги и пособия И посредники получают деньги и пособия Потому что на каждого ребенка выделяется из бюджета 80-90 тысяч в год В месяц Посмотрите, где эти деньги? Где они? Их нет, поэтому закон-то в общем-то нормальный Я даже автор этой части закона Так что я рад вашему Хороший закон В этом смысле да, целый бизнес прикрывается Но вы же не наладили Запретить-то вы запретили Но вы же не наладили систему Степан, вы помните в Советском Союзе Сколько людей отвечали за пропаганду? Профессионалы У нас звонок У нас звонок У нас-то люди были умнее По-другому значительству 100 тысяч человек В России Егор, Егор, вы на связи Вообще нет такой системы Алло Алло Егор, Марс Да, Егор Такой вопрос Вот депутат продвигал активно тезис о том Что уровень жизни в нашей стране Он вырос не за счет нефти Да, и вот он активно сравнивал Реальные цены на нефть Это все замечательно Но что он, например, может сказать Насчет объемов Экспорта Энергоносителей То есть цены-то реально, допустим, не изменились Но объемы-то выросли Ну не сильно У нас рост объемов был где-то порядка 2% в год А иногда и нулевой рост объемов Поэтому, в принципе, сколько мы производили 10 лет назад нефти Мы столько и производим Но еще раз Просто у нас появился какой-то порядок Отменили соглашение, например, о разделе продукции По которому нефть вообще не принадлежала России Евгений, 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 давайте просто посмотрим Например, 2008-2009 года Что случилось с экономикой Что случилось со страной Что случилось с чиновниками Когда упали цены на нефть Ребятки реально испугались Я помню, как мне рассказывали Хорошие знакомые один Который был приглашен, он экономист Был приглашен в Кремль И там обсуждался вопрос Что будет с системой, когда рубль будет стоить 50 за доллар Ну испугались А чего бояться-то, если наша система Благосостояния, экономика не зависит от цены на нефть Я не говорю, что не зависит Я говорил о том, что цена на нефть важная Но фактор суверенитета 24 раза У нас осталось 50 секунд Мы начинали с темы Давайте я просто суммирую эту тему Потому что мы наговорили очень много Люди уже стало скучно То есть эффективность бюджетов Расходов бюджета контролировать нельзя Не имеет смысла С экономической точки зрения Нужно просто у них свой коридор Политический, грубее, политический вопрос Решение суверенитета Означает повышение эффективности работы бюджета А повышение суверенитета Как развитие демократии включает, нет? Естественно Потому что тогда мы будем работать на себя То есть ЦИК реформирует На себя, вы не слышите Важно, чтобы демократия работала на русский народ На российский, а не на американский И на другие коренные народы страны Правильно? На этом радостной ноте мы заканчиваем нашу передачу У нас в гостях были Евгений Федоров Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Член фракции Единая Россия И Олег Буклемишев Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!